Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, шалом алейхем! На этой неделе Еврейский мир изучает сразу две недельных главы. Для тех, кто может быть не в курсе, я хочу пояснить. Дело в том, что Тара разбита на отрывки, которые читаются один отрывок в неделю, и таким образом за год прочитывается все пятикнижие Моисеева. Однако, поскольку в еврейском календаре, ориентированном на Луну, также не совпадает количество дней, как и в солнечном календаре, то в отличие от солнечного календаря, в котором есть высокосный год, когда добавляется один день, в лунном календаре добавляется один месяц. Второй Адар его называют. И поэтому существуют некоторые главы, которые в обычный год читаются вместе, а, соответственно, в высокосный год они читаются по раздельности. И вот сегодня у нас как раз именно такой случай. И это недельные главы, которые называются Матот и Моасей. Это у нас, собственно говоря, книга чисел. Ну, на что обращают внимание при изучении этой недельной главы? Конечно, в той части, которая называется Моасей, содержится много расчетов, цифр. Равины отмечают, что на самом деле из 40 лет хождения по пустыне, 12, например, Израиль находился недвижимым в местечке, которое называется Кадеш. Я не буду вдаваться сейчас в эту арифметику. Есть тема, которая достаточно сложна для восприятия. И я подумал, что, может быть, сегодня есть возможность у нас об этом подумать и об этом порассуждать. Если мы с вами прочитаем из книги чисел, из 31 главы, 17 стих, Тут есть такие слова Моисея. Придайте же смерти всех детей мужского пола, всякую женщину, которая была познана мужчиной на ложе, также придайте смерти. А всех девушек, которые не были познаны мужчиной, оставьте в живых для себя. Я понимаю, что для современного человека этот текст может звучать довольно дико, Но сегодня я хотел бы, чтобы мы обратили внимание на детали, что здесь написано и в чем, собственно говоря, было повеление данной Моисеем. На самом деле, тема, когда Господь Бог или лидеры еврейского народа совершают действия по уничтожению вот в таких масштабах, то, что, может быть, сегодняшним языком назвали бы геноцидом, всегда вызывало бурную дискуссию. Для некоторых эти события служат для того, чтобы отвергнуть все, что написано в Священном Писании. Но, на мой взгляд, во-первых, нельзя обобщать все, что происходит в таких ситуациях, и с каждым отдельным случаем разбираться отдельно. Давайте посмотрим на то, что произошло непосредственно здесь. Для тех из вас, кто не в курсе, я немножко напомню, да и это и полезно вспомнить, в какой ситуации находится на тот момент израильский народ. Израильский народ возвращается в землю обетованную. Как вы помните, они уже один раз пытались у нее войти. Мы об этом много говорили. Почему у них это не получилось? И каков был результат? 40 лет хождения по пустыне. И вот сейчас эти 40 лет заканчиваются, и они возвращаются к Иордану для того, чтобы перейти через него и войти в землю обетованную. На пути их встречают разные народы. Все они воюют против них. Один народ попытался, это моавитяне, которые попытались с помощью коварства, с помощью Белама навредить еврейскому народу, и у них даже это в какой-то степени и получилось. Почему? Потому что победить еврейский народ они не смогли, но они смогли нанести серьезный ущерб, когда вовлекли евреев в прелюбодеяние и идолопоклонство, и результатом этого была смерть 24 тысяч израильтян. Что же побудило Моисея действовать так жестко, как мы с вами прочитали? Давайте посмотрим на ситуацию глазами Моисея. Он видит, что после победы над медьянами его солдаты возвращаются с великой победой и при этом ведут с собой завоеванных женщин, детьми. Однако, если мы с вами помним, то проблема к израильтянам пришла именно через женщин вот в той конкретной ситуации. А именно женщины стали, прелюбодействуя с еврейскими мужчинами, вводить их или стали инструментом, который был использован для приведения их к идолопоклонству. Другими словами, в глазах Моисея эти женщины были шпионами, которые могли точно так же навредить, потому что они только что это делали. Его решение на самом деле не было для того мира нечто экстраординарным. Мы должны с вами понять, сегодняшние наши представления о гуманизме, правильности, они серьезно отличаются от древних. Если сегодня для нас смерть подростков кажется чем-то ужасным, то в древности подростки это были солдаты, которые могли воевать. Кстати, мы израильтяне, может быть, лучше других понимаем это. Почему? У нас очень активно террористические организации, Хамас, Хизбала, другие используют именно подростков. В условиях современного мира эти молодые люди промытыми мозгами код наберут у руки автоматы. При этом, когда они попадают под удар, то на весь мир кричат о негуманности израильской армии. То есть, в глазах Моисея это было оружие, которое было призвано уничтожить еврейский народ. Именно поэтому его решение не выглядит таким уже странным. На самом деле, если бы в древности один народ завоевал другой, то вот это уничтожение, это вообще было нормой. Почему? Потому что считалось, что женщины и дети, они просто не выживут без мужчин. Они будут мучиться, страдать. Зачем им страдать? Их либо забирали в плен, для того, чтобы они в дальнейшем могли послужить для развития этого народа, для генофонда, можно сказать. Либо уничтожали. Это было не редкость. Обратите внимание, что Моисей как раз принимает довольно мудрое решение. Под удар попадает только потенциальное оружие. Он решает, что женщины, которые не знают мужчин, девушки, можно сказать, девочки маленькие, они имеют право жить и должны жить. И в конечном счете, израильский народ так и поступает. Конечно, я понимаю реакцию современного гуманистически настроенного человека на то, что происходит на страницах Священного Писания. Как любить злого Бога Ветхого Завета? На самом деле, в Ветхом Завете, в Таре, в Танахе, Бог совершенно не злой. Он такой же любящий Бог, как и в Новом Завете. Однако, вместе с тем, мы должны отдавать себе отчет в том, что Господь Бог заинтересован в том, чтобы остановить грех в этом мире. И нередко остановка этого греха приводит к смерти носителя этого греха, а именно грешника. В этом нет ничего странного. Павел пишет нам, что, как автор этого мира, он пишет это в образе горшечника, который слепил горшки, Бог имеет вообще право на все, что угодно. Он имеет право уничтожить этот мир. Он его создал. Мы существуем исключительно по его милости, по его любви. Казалось бы, уже давно должно было прийти наказание. Но смысл в том, что оно придет. А пока что Бог дал шанс. И вот здесь я хочу обратить ваше внимание. На самом деле, для медьян тот факт, что девочки остались живыми, это шанс, как народа, для того, чтобы выжить. Вообще, думая о медьянах, я прихожу к очень интересным мыслям. Смотрите. Во-первых, мы знаем, что медьяне были тем народом, среди которых сам Моисей жил много лет. Во-вторых, мы знаем, что после того, как Итро, тесне, Моисей уверовал, он ушел назад на свою родину, то есть туда, в медьян. Я так думаю, у меня нет на этот счет однозначной информации, что он проповедовал там. И может быть, даже кто-то через это уверовал. Однако, несмотря на это, они все равно стали врагом еврейского народа. Почему? Я предлагаю вам посмотреть мой урок Билам в Аллаам, где о мотивах антисемитизма рассуждается довольно много. А сегодня это все, что я хотел вам сказать про нашу недельную главу. Да благословит вас всех Господь. Шалом алейхем. Субтитры создавал DimaTorzok